МИД России выразил протест в Варшаве из-за попытки сорвать акцию памяти Дороги Победы. Польша запретила нашим байкерам проехать по своей территории по маршруту Москва-Берлин. Якобы слишком поздно были поданы документы. Российские дипломаты называют это решение политически мотивированным, ведь готовились давно и все бумаги заранее были готовы. Но мотоциклистов старейшего российского байк-клуба Ночные Волки запрет Варшавы не останавливает. Репортаж Александра Кацубе. В штаб-квартире Ночных Волков все готово к предстоящему мотопробегу Москва-Берлин. И тем не менее, здесь с самого утра обсуждают новость, пришедшую из Польши. Власти этой страны хотят запретить российским мотоциклистам проезд по их территории. Тем не менее, мотоциклисты говорят, что никакие запреты их не остановят. И они все-таки намерены дойти до Берлина. Тем более, что и техника готова, и они сами давно спланировали этот мотопробег. Реакция российских байкеров на заявление польских властей последовала незамедлительно. Если мы будем от всего отказываться, мы так далеко зайдем. Давайте от 9 мая откажемся, если нам не будут его давать проводить. Давайте тогда от могил откажемся, от своих, которые у нас там лежат, где наши лежат родственники, отцы и деды. В официальном запрете на въезд российских байкеров в Польшу говорится, что Варшава отказывает в визите, потому что якобы информация о мотопробеге и его организации была передана слишком поздно. Байкеры уверяют, что согласовывали эту акцию несколько месяцев. Лидер российских мотоциклистов Александр Залдостанов, более известный как хирург, в штаб-квартире напутствует участников мотопробега. Сам в Берлин не едет. Говорит, европейские санкции не пускают. Его имя давно в списке невъездных, но то, что и его друзей не хотят пускать в Европу, считают верхом цинизма. Миссия, я считаю, наша благородная. Она от души, мы это делаем, и мы делаем это в память о тех жертвах, которые принесла наша страна и каждый из нас. Идея мотопробега до Берлина родилась еще 8 лет назад. В 2007-м хирург вместе со своими друзьями планировал проехать по маршруту легендарной разведчицы Надежды Кирилловой, единственной женщины-мотоциклистке, прошедшей всю войну. Служила она в разведбате 9-го Уральского танкового корпуса, освобождала Варшаву, Прагу, брала Берлин. До 70-летия Победы, увы, не дожила, но в память об этой героической женщине российские байкеры хотят проехать по маршруту Победы, посетить Минск, Варшаву, Вену, Прагу, Мюнхен. Это знамя мы хотим установить на наш мотоцикл, для того, чтобы оно дошло до Берлина. Владимир Сопрыкин – один из 30-ти российских участников пробега. К этой поездке готовился давно и основательно. Это для меня история. История – это нужно отдать долг, посетить могилу, памятники. Российские байкеры будут останавливаться в каждом городе, чтобы поклониться погибшим солдатам Великой войны, освободившим Европу от фашизма. Господу помолимся! Благословение настоятеля храма святителя Николая – церемония для байкеров обязательная. Мотоцикл, несомненно, является одним из символов свободы. Поэтому очень правильно и глубоко символично, что мы совершаем этот мотопробег. Наша великая победа в честь подвига нашего народа. Завтра утром байкеры отправятся в путь. Финальная точка маршрута – Берлин. Памятник воину-освободителю в Трептов парке. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Александр Кацуба, Владимир Кальский и Андрей Ражев. Вести.